Вот уже несколько лет корпуса бывшего танкового училища, расположившиеся в самом центре города на улице Спаской, не слышат воинских присяг и стрывых песен. Здание требовало капитального ремонта, поэтому воспитанники ныне Суворовского гвардейского училища были вынуждены переехать на улицу Карла Маркса. Но ненадолго. В следующем году старейшему учебному заведению региона исполнится 100 лет. В честь этого события было решено восстановить обветшалую территорию на улице Спаской. Накануне корпуса осмотрел глава региона Сергей Морозов, где ознакомился с планом реконструкции. Работы по восстановлению уже ведутся в несколько этапов, но полномасштабный ремонт начнется с марта следующего года. В следующий год, 18-й год, строительство культурно-досугового центра, столовая, ремонт, вернее реконструкция учебного корпуса и КПП. Помимо столовой на 600 мест и культурно-досугового центра с кинозалом на территории училища будет создан стрелковый тир и гараж на 5 единиц техники. Ремонт продолжится до 2020 года. На реконструкцию будут заложены почти 5 миллиардов рублей средств Министерства обороны Российской Федерации. Область со своей стороны обеспечит необходимое благоустройство прилегающей территории. Мы только что сейчас с руководством училища осмотрели историческую площадку, провели совещание, связанное с подготовкой к юбилею танково-суворовского училища. И одновременно обсудили ход строительно-восстановительных работ, для того, чтобы как можно быстрее вы вернулись в постоянное место дислокации. Не обошлось и без подарков. Губернатор поздравил воспитанников и работников училища с наступающим Новым годом и подарил подарки. Ну а торжественные празднования столетия Ульяновского-суворовского училища пройдут 7 и 8 сентября 2018 года. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова